А теперь, а теперь, внимание, я сейчас попрошу Александру Инну, Анну, назвать мне, что они понимают под веселым платьем. Да, вот что для них веселое платье? Для себя? Да. Что для вас веселое платье? Это, наверное, какой-нибудь дочек, бабочки. Хорошо, что для вас веселое платье? У меня веселое платье, это просто подразумевает под собой яркую раскраску какую-нибудь, она такой яркий принт и воздушная. Что для вас веселое платье? Платье-футболка с каким-нибудь этническим принтом, что-то такое. Что для вас веселое платье? Яркого какого-то цвета, да, конечно. И поэтому она думает, что клиент думает, как думает она. А клиент, мы сейчас узнаем, что для нее веселое платье. Что для вас веселое платье? Ну, это яркое, одноконное. Нет, это правда, это желтый цвет мне радует, я считаю, что оно веселое. Это жаловый цвет, меня тоже как-то радует. Конечно, представляете, как много может еще было узнать радости, если бы у нас Елена спросила об этой радости. Это мы, что услышали веселое платье и пошли давать веселое платье. Это говорит о том, что мы просто можем совершенно точно увести клиента в ту зону, где будет ему некомфортно. Потому что мы будем ему предлагать, и как следствие пойдут претензии и возражения. Потому что человеку будет не нравиться. Вот вы чувствуете, что человек не сказал какого цвета? Ну, спрашивайте. Тем более, что перед вами много платьев. Посмотрите, какое большое количество, разная цветовая гамма у нас, абсолютно разная. Модель по одной этаже, цвет разный. Посмотрите, может быть, какой-то цвет вам больше нравится. На чем глаза останавливаются? На красном, условно, да? Или что такое неяркое? Что для вас неяркое? Ну, неяркое это красное, желтое. Неяркое. Ой, наоборот, яркое. А неяркое? Потому что как я неяркое, это синий, да? Какой синий, приглушенный, более холодный, скажем. Пастельный, да? Пастельный. Слышите, что я сейчас делаю? Синие, холодные, холодный цвет. Но бывает синий, он, знаете, как очень яркий. Сейчас же разные, как и фиолетовый, разные. Господа, холодные цвета всегда будут яркие. Теплые цвета, я говорю, потом синий, пастельный, будут больше уходить в пастель. Они тоже бывают холодные и теплые, да? Поэтому, заметьте, холодный цвет, он всегда очень такой, может быть яркий, насыщенный. Поэтому вы в пастельных вещах уточняйте. Для этого будут потребности, иначе вы будете опять сталкиваться с раздражениями. Итак, мы очень-очень тяжело дошли до момента презентации. Девочки, для того, чтобы вам сейчас делать презентацию, вы можете задать вопросы Ине, выявить у нее потребность, для того, чтобы была правильная презентация. Будьте добры, Александр, присаживайтесь. Пожалуйста, только вот встать, что-нибудь один, выявить у нее потребность. Чуть-чуть быть. Потребность, а не есть потребности. Поэтому, смотрите, очень четко, раз, два, а продавец, покупатель, верно, жалкость. Он нечего все по-честному говорить, да? Поэтому, но зато все вопросы задала, согласитесь. Вот теперь уже прям можно сделать презентацию правильную. Из этого я сделала вывод, что вот таким образом, жестким, вы можете выявлять потребности. А когда вы к работе в форме, как вы говорите, то вы потребности выявляете более слабо. Поэтому вот это все правильно сделано, Мария. Вот просто идеально. Только осталось одно. Не отрывисто, да? А все-таки... Ну, понятно, потому что клиент я уже... Но я думаю, что если магазин зарабатывает больше всех, то, скорее всего, у нее там нет этого... По кругу, по кругу, по кругу, по покупателям, да? Все-таки они себя хорошо чувствуют. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Присаживайтесь на место и... Присаживайтесь. 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 Продолжение следует...